всем привет сегодня еду на ремонт ставить porsche на ремонт точнее тоже не на ремонт а на тех техническое обслуживание прошлый раз я заказал запчасть тому в основном по ходовой ходовую сделать потом вырезать катализаторы потому что же катализатор у ханбец приход пришел им мы по компьютеру посмотрели тут это высвечивается ошибка но она внутренняя ошибка то есть на панели на него свечи это просто как внутренняя ошибка что уже меня катализаторы заменить и заменить их на пламя-гасители вот сейчас я вам все покажу когда приеду расскажу все сейчас идет огромная пробка и по навигатору показывает почти два часа ехать я опоздаю на час но я уже предупредил их что на часик опоздаю ну вот еду сейчас снегопад идет не знаю видно нет снегопад конкретный сейчас все по засыпало это вот первый такой конкретный снег выпал в 2022 году сейчас уже декабрь скоро вот уже через три недели новый год вот первый раз такой снегопад вышел но такая вот панель не за показывал он или нет уже не помню что это снимал такого классная панель кстати вот здесь меняется панель тут можно сейчас вот эту штуку всю снимать вынимается телевизор вставляется огромный планшет такой планшет получается от часов и до почти не за огромнейший такой планшет но я не знаю может быть как я восстановлю мы сейчас я не хочу не чувствовать мне погоду не так устраивать но в принципе многие ставите видел тут тут панель такая классная бомбовская швидик porsche круть в общем еду сейчас приеду поснимаю вам где ремонтируюсь сниму где ремонтируюсь покажу вам если кому нужно нужен хороший ремонт то в принципе говорите пишите я вам скину номерок адрес где можно это отремонтироваться офигеть тут летает камар вы представляете улетел машине к марту машина что на стоянке ставить на теплой но на и камар появилась виде сколько людей пипец все ждут автобус чтобы уехать огромное количество людей я вот тут автобусы а тут почему много людей сейчас стоит зеленую ветку ли ремонтируют или новую кутом строят что я не знаю вы в общем метро не работает и сейчас все люди вот приходится людям добираться на работу на этих автобусах автобус один за одним ходят как метро но все равно тут людей конечно кошмар сколько огромное количество вот все стоят вам огромнейшая очередь и на туда же туда же уходят вария красиво сейчас я проезжаю где коломенский парк точнее вот за перешел за этим забором уже идет коломенский парк но это уже по моему конец этого парка начало там справа то есть это километра четыре пройти там вот начало его и раньше мы жили вот так вот красиво не знаю как вид видео передает но жил очень красиво прям ваш бомбовский смотрится часто наверное на нашем участке там она вообще бомба там посмотрел соседка укладывал фотографию вконтакте это вообще прям классно красная как красиво упал снег на этим на деревья очень красиво там смотрится но мне еще ехать примерно час целый час еще на 5 пробка просто нереально я уже не стою два часа просто два часа вот так вот еду километров десять вот так вот просто еду еду в общем я поставил машину на ремонт я думал что сегодня там посижу у них целый день а потом поеду обратно домой уже на машине но я когда к ним приехал они говорят смысл как бы сидеть машину нужно ремонтировать три дня я у них в общем договорились что я у них машину оставил и вызвал такси на такси приехал домой как-то так ну в принципе это же удобно я не буду туда ездить три дня подряд там и и не буду там у них на душой сидеть а так в принципе я могу дома поработать эти три дня сегодня я хочу подключить компьютер который мы вчера купили ноутбук уже подключил поставлю катя и начну монтировать новые видеоролики скоро будет тоже очень много выходить роликов именно по нашей работе по шторам кто еще в общем то не подписан на наш канал по шторам подписывайтесь ссылка будет в описании внизу кто еще не знает мы занимаемся шторами отшиваем шторы на заказ также ведем youtube канал по текстилю переходите внизу будет ссылка в описании будем всех рады видеть у нас на канале на втором я сейчас подключу на накате компьютер как раз ша звание из автосервиса слесарь который ремонтирует автомобиль вообще на самом деле обалденный автосервис я нашел в интернете они специализируются чисто только по порошам и не ремонтируют все виды паши то есть на любом на porsche если вы приедете то есть там и 60 года если он будет допустим самый последний современный porsche там человек он работал раньше у официального дилера очень долго у него там и грамоты всякие есть и там и бумажки что он работал тут то есть там очень громадный человек хотя к нему ездил на ремонт porsche то есть в принципе по ремонту если сравнивать с официальным дилером то дешевле на процентов наверное 30 даже не 30 на 40 и если сравнивать запчасти которые будут покупать и в официального дилера porsche то у porsche у них в основном сто процентов и дойдут оригинала то есть он только они только стоят только оригинал здесь можно поставить и и аналог то есть эконом приезжаю мы смотрим по аналогу по по но именно по оригинальной запчасти уже принимаем выбор то есть мы можем поставить и аналоги и можем поставить оригинальную запчасть вот в принципе я приехал мы посчитали масло фильтра фильтра масло под по ходовой заменить масло в раздатках, то есть там большой объем работы то есть когда покупаешь машину нужно все эти моменты поменять, чтобы машина ездила долго, вот на запчасти только на запчасти у меня ушло 110 тысяч, но на ремонт там уйдет за работу где-то в районе 40, наверное вот так вот, а если я приехал к официалу, я считал как, у меня были остались документы предыдущего собственника он постоянно ремонтировался только у официалов и собирал все чеки ну я примерно прикинул, сколько мне могло бы это все выйти, ну вышло бы, наверное в раза два, два с половиной дороже то есть ну они, если преимущество ремонта у официалов, они дают гарантию если что-то сломалось, допустим вы поставили звуковой всех сигнал, допустим у них постоянно ломаются звуковые сигналы как клаксон, то есть там два стоят обычно один из них ломается вот вы приезжаете к официалам у него устанавливают два там через месяц он сломался вы говорите у нас ну, звоните, приезжайте опять по гарантии ставите клаксон то есть если вот такие какие-то моменты делать то выгода ремонтировать у официалов, а если, допустим там по ходовой что-то сделать чтобы сэкономить денег то, конечно, лучше найти такого человека знающего, кто работал раньше в Порше и ремонтироваться у него то есть, если кто хочет ну или кто думает у кого можно ремонтироваться можете вбить в интернете на услугах там очень много кто свои услуги предоставляет по ремонту Порше частники ну или можете мне написать я вам скину номер телефона у кого я сам ремонтируюсь можно хвастаться? лосинки вчера купила ну ты поверите я специально лосинка беременна у меня, конечно, не такое прям живот что прям надо уже это но во всяком случае в свои штанишки все я уже прям вообще с таким трудом влезаю, что мне поддавливает зато к вечеру живот больше становится с утра вот такой маленький скромненький ну и единственное ну они немножечко присползают чуть-чуть вниз их приходится слегка подтягивать но, собственно зато комфортно ничего не давит ну это просто прекрасно просто чудесно что и по традиции мы пришли поесть это мой гамбургер здесь получается две картошки две котлетки две котлетки ну что, ну я хочу тоже есть очень сильно сейчас скажешь свои впечатления какие? ну а гамбургер? он всегда вкусный это ершовский гамбургер они всегда вкусные и этот взяли добрый колу и какие он называют? ореховый пайк ну не надо снимать я буду кушать Андрей как всегда бред не нужно ты беременна, тебе можно покажи, как что там угры ну как у всех это стандартный чизбургер ну очень вкусный ореховый пайк Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, сегодня 18 декабря, в Москве, вчера весь день шел снег Я искренне сочувствую вот этим автовладельцам, потому что для того, чтобы выехать, им придется просто использовать лопату У нас сегодня работники с автокомбината просто звонили, говорят, мы не можем выехать, но там еще и таксистов много О, вон там чувак машину себе откапывает Блин, ну приблизить не могу, но его видно, он в красной курке там откапывает И у нас там таксисты, много таксистов, и они тоже все откапывают свои машины, потому что там выходной, воскресенье, и работников автокомбината нет И никто не чистит дороги Ну естественно, во дворах тоже ситуация вот такая Ну, знаешь ли, ездить это тоже такое слово Тут столько снега, что только по факту снег месить Пипец, конечно Я не знаю, как вот Людям некоторым завтра на работу ехать Ехать лучше откапывали бы сегодня свои машины Потому что тут же не деться Сегодня 19 декабря Вчера шел снег, позавчера шел снег Ну, вероятно, по прогнозу, сегодня будет снег Все засыпано Краза Андрея, король, тот, у кого есть лопата, мега актуально Да, главное лопатой не зацепить банков Но ты аккуратнее Чтобы вы понимали, серьезность Откопки автомобиля Я помню, в прошлом году, когда мы откапывали машину Пытались выехать, мы подкладывали На Chevrolet тогда были И подкладывали коврики Свои резиновые, чтобы хоть как-то выехать Эта машина, которая чистит, она тоже застревает Там мощности не хватает И подталкивает Они пока здесь не почистят, мы просто не сможем отсюда выехать Это единственная дорога, вот эта отсюда вот здесь Выезжать Я не знаю Тут вообще чуть-чуть, там даже техника там Может к ним подойти и спросить Вон он сам копает у нее там под колеса Чтобы она проехала Ну вот он что там пытается сделать Может у них спросить? В конце концов проектор у них есть В конце концов это их работа Им тоже надо расчистить Нормально пошел Опять встал Короче, понятно А нам ехать в офис надо ролики озвучивать Ну собственно так все машины во дворах у нас закопаны Откапываем А в Пятигорске вчера было плюс 14, да? У них там жара Мы уже научены В том году мы там запарились, откапываются в машину Девушка с ребенком вытолкали, помогли Девушка шла и ребенок, ну я не знаю Там не более 9 лет, наверное, ребенку было И они мне помогали Андрей за рулем, так как я не умею рулить, газовать Он за рулем сидел, а мы выталкивали И рядом мужики проходили, даже никто не помог Да, вот такие вот люди в Москве живут А девушка с ребенком тогда помогла Так мы тогда брали резиновый коврик Постилали под колесо, чтобы как-то выехать И спачкали весь этот резиновый коврик этими Шипами Вообще просто Они просто вылетали из-под колес Просто неимоверно высоко Мы пытались кое-как там растолкать У меня одной этой силы не хватало А девушка проходила, она с ребенком куда-то шла И девушка вот с ребенком помогли вытолкать Вот это вообще, конечно, пипец А так понял, этот мужик им дал лопату А они ему подгребли там за деньги Потом он им обратно рабочую лопату отдал И этот на машине сейчас типа сюда будет заезжать А он сюда разве заедет? Я не знаю, а те уехали А эти трактористы и все Солярку ждет Ну ладно Тракториста попросим, чтобы немножко выгреб хотя бы выехать Ну а как? Сотрудник пришли на работу к восьми Откапывали машину до четырех вечера Представляете? А, на территории автокомбината вообще не чищенный снег У них выходной, всем там похрену Пришли к охранникам А те говорят, у нас лопат нет, у нас ничего нет У них вообще на территории есть, как она называется? Ну типа трактор там, короче, который расчищает У человека нет У них наверняка есть бытовка, но никто ничего не дал даже У нас там одна маленькая типа саперской лопатки была Ей там отгребали, как могли Но я не знаю, какой результат Вот с восьми утра до четырех вечера Считай, они гребли Это чтобы как-то выехать Но выехать не выехали Кленту тоже позвонили, сказали Говорит, вы до нас добраться не сможете У нас тут тоже все замело Ну и в общем выезды привезли Ну ахрана низкая, блин Еще тяжело будут выезжать из-за этого Ну попросим, чтобы отгребли Надо сейчас Артема предупредить, что мы задержимся Кипец Ну а что мы хотели? В Москве такие зимы, да? Это же не на севере Я там вообще не сяду Походу сбоку Там подкрасно тоже накапывать Посмотри на эту глубину просто Нормальная глубина Он говорит, капот не очищать, очищать только стеклышко Ты из-за этого сугроба что увидишь? Вот из-за этого Видишь как уже хорошо получилось? В смысле? А вот ту часть не надо отгребать? Ну вот, эту часть отгребли От снега Осталось вот эту отгребсти Жесть вообще, конечно, засыпало А уборщики хитрожопые Те, кто ему Те, кто им деньги дает Тем они и отгребают А всем остальным уже потом После обеда Но может ближе к вечеру Потому что все равно это их работа И им придется все равно это убрать Да Машины в снегу У нас что-то засыпало, мне кажется, сильнее всех Может быть, потому что она стоит уже здесь долго А тут не надо, Катя Вот по краске елозить надо Катя, даже резиновая Но все равно По капоту не надо Вот только стекло и все Но вчера же у нас в огорах выходили люди Чистили свои машины Снова годно будем переклеивать рекламу Будем еще прикольнее делать рекламу Вы офигеете Вот Будет прям бомба Она вас удивит Новая реклама Незамеченная она не останется Ну да, засыпала Ладно, сегодня пойдем домой Будем монтировать новые ролики для YouTube А тема позвонили Мы его развернули Перенесли на пятницу съемку Как и планировалось Сегодня хотя бы отгребем машину А я надеюсь, после обеда коммунальщики Хотя бы там выгребут, чтобы выехать Можно было завтра Мне завтра к врачу К 9 утра Ух ты, блин Это надо прям Да, и мне без опозданий Потому что Мне прям очень нужно завтра к нему попасть А сегодня в идеале еще забрать бы Porsche С ремонта Ну я на такси поеду Вот так вот Тоже покажем вам Porsche Слушай, надо сходить хотя бы деньги на карточку положить Да Под пешком Субтитры сделал DimaTorzok В общем, забрали нашу машину с ремонтом Сейчас приду домой Покажу вам ценники Какие ценники Какие, в принципе, насколько нам насчитали И где дешевле ремонтировать Сейчас вам объясню Интересно будет Ну вот, завтра пойду помою ее И все будет пушка Будем гонять Тут, кстати, вот когда подклеили Все хорошо держится Ничего не отошло Все отлично Если кому нужен офигенный детайлинг В Москве Напишите, я подскажу Где ремонтироваться Ну, не демонтируй Где там могут и заклеить И вот В пленку укатать Прикольно Да А мы сейчас пойдем Домой Вам расскажем Видали, какие сугробы Обалдеть Вообще ничего не чистят Что вчера, что сегодня Обалдеть Тут, кстати, если что Высота почти метр пятьдесят Сугуба Чтобы вы понимали Всем добрый день Вечер Точнее, вечер Сейчас мы приготовили подарки Посидели с нашим коллективом Со швейным цехом Отметили Наступающий Новый год Сейчас мы вам покажем Подарки, которые мы подарили Нашему цеху Мы как бы еще не подарили Подарили только Трем Сотрудникам Швейного цеха И одному менеджеру Остальным только подготовили Вот Все наши пакетики У нас тут шампанское И две коробочки Рафаэлки каждому По две штучки Рафаэлка, на мой взгляд Самая На наш взгляд Самая Нежная и вкусная конфетка Которая такая Именно вот Напоминает праздник Поэтому решили Собственно коллектив Вот таким образом Отличился у нас Только монтажник Монтажник у нас Коньячок Но тоже с Рафаэлками Все-таки у него супруга имеется Вот Сотруднику автокомбината Девушке, которая занимается Арендой и прочим Наталья Очень прекрасная девушка Ей отдельно чаечек Вкусный чай Америки Сами его просто обожаю Вот это самый вкусный Черный чай Вот И конфетки Немножечко к чаю Феррери Роши Точно такой же наборчик У нас Наши прекрасные уборщицы Лейла Это тоже сотрудница автокомбината И она у нас уже сколько Я не помню Сколько лет она у нас убирает Еще тот всех убирала По-моему Да, Лейла У нас Да, долго уже Уже больше двух лет Сто процентов Вот У Лейли такой же наборчик И отдельно Охранником Автокомбината Тоже чаечек Вкусный Нелли Покажи хоть сам чай Ну чай И тоже две Рафаэлки Да, кстати Чай очень вкусный Мы его сами пьем Это самый вкусный Черный чай Который вообще Только бывает Он не продается В магазинах Только в Анель Так что Если кто хочет Такой купить Пишите Пишите нам Все, оформим Это просто Самый огонь Чаечек Ну и две Рафаэлки Тоже Там охранников Несколько человек Сидит В общем-то Они же там Тоже чай гоняют Чай попьют Вот А сейчас На коллектив Мы заказывали У нас было Шесть человек Мы четыре пиццы Заказали Все равно Все не съели Там Четыре пакетика Сока Винишко Наверное Бутылки полторы Девчата выпили Да И полбутылки Коньячка Сейчас мы откроем Наше холодильник Посмотрите Запасы на завтра Но это, кстати, не все Мы еще будем докупать Завтра вино И Сок Это вот Что у нас на сегодня Осталось Винишко У нас тут Пять бутылочек Вина лежит Вкусная Она у нас Какое здесь Итальянская Девочкам Очень понравилось Сказали Прям вкусная Вкусная Вот И здесь еще Пять бутылочек Вина Положили охлаждаться И коньячок Вот Еще завтра Доберем И завтра У нас Примерно Планируется 13 человек Ориентировочно На вечернюю Отмечашку Нашу Вот За этим столом Будем отмечать Есть вероятность Что нам не хватит Этого Но в принципе У нас есть стол Мы этот сможем Развернуть И здесь еще Один поставить Стулья Я посчитала Стульев нам точно Охватить На всех Поэтому Завтра Вот Коробочки От наших Подарочков Все Поехали Домой Да Оттомились Надо еще Зарплаты Все посчитать Надо выплатить Завтра Мы как обычно Забежали В наш любимый Йорк Тяжело поверить Но даже салат Огурцы Всегда Мега вкусный Вот Прям Вообще Нереальный Самый вкусный Это Борщ И куриная Лапса Салат И столичный Керные палочки У Андрея Борщица Смекан Дело в том Что сейчас Уже Сколько там Время 5 часов Вечера Мы с утра Только выпили Еды И поехали Сдавать Прочь И по своим Рабочим Делам И не рабочим Это наша Первая еда За весь день И зато Мы очень Любим этот Ресторан Очень классный И очень Скучный И куриный И свиной Ну вкусный Самый Протрясающий Шестучки Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова